Я хотел бы попросить вас сделать два одолжения. Первое. Старец Тихон, духовник святого Паисия, на афоне. Великий подвижник. Так вот, старец Тихон говорил, он говорил, что в аду мы можем увидеть разных людей. Тех, которые благотворители. И тех, которые молитвенники. И людей добрых, которые много доброты проявили, которые много изучали священные книги, которые в церковь ходили. Мы в аду увидим архиереев, иереев, монахов. Но мы не увидим в аду только смиренных. Пожалуйста, работайте над благом своей души. И старайтесь откладывать в духовную кассу добродетели. Но со смирением. Все, что хорошего бы вы не делали. Если вы сделали добрые дела, не нужно об этом всем рассказывать. Эти дела можно делать тайно. Ангел-хранитель запишет эти добрые дела. Духовная жизнь должна быть тайной, а не на показ. И духовная жизнь — это смирение. Повторяем. Делайте, накапливайте со смирением духовные добродетели. И второе, очень вас прошу благодарите Бога за все, что у вас есть. Будьте благодарны. У всех у нас есть опасность показаться неблагодарными перед Богом. Так нельзя. Тяните, цените, цените все, что у вас есть, и не жалуйтесь. Радуйтесь каждому новому дню, каждой минуте. Радуйтесь близким своим и родным, которые вокруг вас. Радуйтесь, что у вас есть дом, еда, тело наше, наши ногти, наши руки, наши глаза, наши уши. Мы должны благодарны за все, что у нас есть. Господь прощает грех, но Господь не прощает неблагодарность. Молим и молимся, чтобы за грехи нас Господь помиловал. Но мы должны чувствовать благодарность, во-первых, а во-вторых, каждый день благодарить Бога. Каждый день благодарить Бога за все. и чтобы Господь благословил нас и оказал нам честь, и чтобы мы встретились. Встретились воочию, батюшка имеет в виду, но он говорит, есть и другая встреча. Мы с вами встречаемся на Святой Проскомедии, будем встречаться. На Святой Проскомедии присутствует Христос, Богородица, ангелы, святые, мученики, преподобные. И мы все на Проскомедии встречаемся друг с другом. Так что духовно мы с вами связаны, духовно мы встречаемся. Аминь. Будем молиться, чтобы встретиться на самом деле.